В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о графике, который я опубликовал в Твиттере, сравнение 2017 с 2024, и структура параболического тренда на самом деле соответствует тому, что мы сейчас с вами видим в 2024, а также я хочу с вами обсудить Ларри Финка, который генеральный директор Блэк Рок и истинно уверовавший в биткоин, как он сам сказал, а также то, как Дональд Трамп едва не был убит, и то, как люди начали говорить о том, что начался Трамп-памп. Все это и даже больше в сегодняшнем видео. Удивительным образом, это одни из самых безумных времен, которые я когда-либо видел с точки зрения политических событий, новостей и генерального директора Блэк Рок, Ларри Финка, который сегодня заявил, что он на всю катушку уверовал в биткоин. Я считаю, что биткоин является законным, я не говорю, что он может использоваться не по назначению, как и все остальное, но он является законным финансовым инструментом, который позволяет вам иметь, скажем, некоррелирующий вид прибыли, и является инструментом, когда вы считаете, что ваша страна обесценивает свою валюту, обесценивает свою валюту за счет излишнего дефицита, кстати, что некоторые страны делают, и дает возможность вам инвестировать во что-то, что находится за пределами вашей страны, вне контроля вашей страны, так что вы можете обладать большим финансовым контролем. Поэтому я абсолютно верю, что для биткоина в ваших портфелях определенно отведена роль. А еще, ребята, мы с вами в последних видео обсуждали бычьи сигналы, которые появлялись для биткоина, и вы видите, что то, что мы с вами ожидали, начинает появляться. Ведь прямо сейчас мы видим, что пробой преодолевает даунтренд, который берет свое начало с конца июня, и буквально на следующий день биткоин это сделал. Но время, когда это произошло, совпало с тем же часом, когда стрелок выстрелил в Трампа во время его президентской гонки. Прямо время, когда произошли выстрелы. Прямо вот здесь были первые новости о том, что Дональд Трамп, вероятно, был застрелен. Это время, когда люди увидели заголовки. Люди увидели, как агенты секретной службы напрыгнули на Дональда, но быстро поняли, что он выжил. И мы с вами увидели огромный памп. И догадываюсь, что многие сейчас рассослились, говоря, «Кевин, зачем ты говоришь о Трампе?» Ребят, это новости. Мы не видели ничего подобного за 40 лет. И на самом деле это важная тема для обсуждения, ведь это меняет настроение. Это целая отдельная тема для обсуждения, но она влияет на вообще все. Теперь, если мы с вами посмотрим на дневной график RSI, то увидим, что в настоящий момент у него есть двойное пробитие. Это в точности, в точности то, что мы с вами обсуждали ранее. Мы говорили об RSI и о том, как он вот-вот сделает пробой. И если мы сделаем это пробитие, то, вероятно, мы коснемся следующего вниз направленного сопротивления. И на самом деле мы пробили оба их. По крайней мере, сейчас. Эта дневная свеча должна закрыться, но все выглядит как техническое бычье пробитие. Разворот тренда. Бычий разворот. Да, впереди предстоит еще много что сделать. Мы пока еще не приблизились к верхам. Пока лишь болтаемся в этом диапазоне. Но у нас была перепроданность RSI с бычьей дивергенцией на МАГДИ и RSI. И теперь у нас образуется этот отскок, который я рисовал. Когда? 19 июля? Вот, он начинает отыгрывать. И обычно, когда мы достигаем зоны перепроданности, мы обычно тестируем или рядом, или выше зоны исторического максимума. И с этим мы приходим вот сюда. Знаю, многие сейчас закатят глаза и прямо скажут мне, Кеф, ты об этом уже говорил, хорош погонять дохлую лошадку. Услышьте меня. В 2017-м у нас было несколько фаз параболического роста. Был краткосрочный параболический тренд, который потом расколбасился в более крупный. Затем он опять переколбасился и стал еще более крупным. И в конечном итоге у нас был очень и очень крупный вертикальный забег до конца. И прямо сейчас, в 2024-м, мы находимся с вами в аналогичной ситуации. Нет никаких причин сомневаться, почему это не может произойти. Все, что нам нужно, это обновить ощущение оптимизма и снова накопить импульс. Вот у меня здесь есть график, и он не показывает предсказания по максимальной цене. Меня интересует максимальная цена, я лишь смотрю структуру данного тренда. И сосредоточен на том, чтобы отследить формирование тренда. Напомню, что это в точности повторяет 2017-й, даже сейчас, с этим недавним откатом. И, ребят, хочу вам кое-что показать на недельном графике индикатора RSI. Если вы посмотрите на начало 2023-го, когда у нас образовалась изначальная часть этой параболы, мы с вами уперлись в поддержку прямо на уровне 46, можно сказать, на уровне 45 на недельном RSI. И мы только что снова отскочили от этого уровня. Посмотрите, что сделал биткоин. Он пробил RSI 45, вероятно, снова продолжая движение. И поведение в очень большой степени такое же для обоих из этих зон. Так что не в же причине того, почему это может не произойти. Ведь у биткоина это было до этого. А в предыдущие циклы мы видели с биткоином и еще большее безумие. Так что это может быть зоной для расширения тренда. И это как раз то, что мы с вами много раз обсуждали. Я лишь хочу вам, ребят, открыть глаза о возможных сценариях, которые, может быть, именно сейчас и происходят. И опять же, я здесь не предсказываю максимальную цену, а говорю лишь о структуре и сигналах, которые мы с вами видим от индикаторов. Ведь прямо сейчас недельный MACD начинает нам говорить, что медвежий импульс сокращается, а обычный импульс начинает свой рост. И если это так, ребята... Ну, то есть, когда у нас на этих недельных гистограммах MACD происходили развороты, то обычно это было место, когда цена начинала набирать огромную скорость. Аналогично и здесь, когда MACD опускался до нейтральной зоны, но не пересекал его. Это сигнализировало о крупном импульсе, о котором мы, кстати, много раз говорили наперед. Это нас приводило на новые верха. И прямо сейчас, возможно, мы ждем, когда MACD начнет нам показывать этот бычий импульс, чтобы мы снова пересекли это в направлении вверх. Если это так, то, скорее всего, мы увидим новые вершины в ценах. Вот что я прямо сейчас вижу, и надеюсь, ребят, вы это видите тоже. А еще, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, то не забудьте поставить под ним лайк и написать в комментариях, что конкретно зашло, а что нет. Оцените нашу работу для вас, ведь мы вас очень любим и надеемся, что это взаимно. Спасибо и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok